Здравствуйте, меня зовут Вишинский Михаил. Я сегодня буду представлять тему экзопланеты. Это раздел астрономии. Астрономию я занимаюсь довольно давно, нигде этому не учился, но в кружке астрономией занимался, саморазвитием занимался, ездил на различных объятиях. Экзопланеты это внесолнечные планеты, которые обращаются вокруг других звезд, то есть не являющихся Солнцем. Сегодня мы с вами узнаем галопом историю, методы. Когда я готовился, я очень-очень много сделал слайдов, очень много хотел рассказать, но в 30 минут, скорее всего, это не получится уложить. Поэтому придется подбасыли немножко. Итак, мы начнем с истории. История открытия наблюдения экзопланет. Первые предположения об экзопланетах были сделаны еще в 1855 году. Было сделано оно Даном Джейковом, астрономом Мадрассской обсерватории в двойной связанной системе 70-х земельностцев. На данный момент, к сожалению, не подверждено. В 60-е годы было предположение о трех планетах у звезды Барнарда. Это очень быстро летящая звезда, одна из самых ближайших к Солнцу, примерно в 6 витровых лет до нее. На данный момент тоже не подтверждено, хотя продолжаются и хеллины. Почему эта звезда была так интересна? Потому что она двигается очень быстро, и можно было измерить ее колебания. Когда вы смотрите на, например, человека, который раскручивает какой-то груз, вы замечаете, что он колеблется, человек двигается вслед за грузом. Также и звезда притягивается к планету. Дальше, в 80-е годы были предположения, что есть у гамма СП, А, Аль-Рай, название звезды, подтверждено, кстати, в 2000-х тонус. И в 89-м, цвет массивной планеты или коричневый капель. У звезды такая Д, 114762А, подтверждено лишь в 99-м. Ну, методы, точнее, не методы, а недостаточно тонкие методы и недостаточно хорошие инструменты были использованы. А вот первая подтвержденная планета, это планеты у нейтронной звезды Пельсара. Пельсара, 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 12557 плюс 12. Это, по-моему, 2 или 3 планеты были открыты. Почему Пельсара? Самый надежный источник измерения времени. Он всегда со строгой периодичностью пульсирует. То есть луч излучения направлен строго на Землю через строго определенное время. Так вот, были найдены небольшие погрязности, что дало повод задуматься о том, что там есть планета. То есть были проведены соответствующие вычисления, измерения, было найдено, что там есть планета. Дальше. В 95-м году первая планета у Солнца подобной звезды. Это звезда 51 Фегаса. Это горячий гигант. Но об этом чуть подробнее так. Итак, и в 2004-м году первая фотография экзопланеты у молодого коричневого карлика. Вот это вот коричневый карлик и экзопланета. Ее удалось захичь только потому, что она очень горячая, потому, что система очень молодая. У нее 4 массы Юпитера. Ну и радиус орбита примерно 46 агент. То есть 46 земных радиусов орбита. И период обращения где-то 2450 где-то. Какими же методами открывались эти планеты? Методы обнаружения. Это метод Доктера, про который я вам сказал уже. Именно спектрометрами были определены эти данные. Но метод Доктера используется именно на спектроскопическом измерении. Тоже спектры смещались. Дальше. Метод периодических пульсаций. Как раз с помощью него был измерен. Были открыты первые заповедные пульсары. PSR 12057-12. Методы транзита. Все замечали, наверное, что... Ну, все, наверное, видели солнечные разукмения. Хотя они на гряду не все. Но если вы посмотрите на какой-то дальний объект, его, например, может перекрыть какой-то ближний объект, который... Дальний объект, например, светится, то есть лампочка. И ближний объект, не светящийся, закрывает его. Потом отходит. Так же, например, как и солнечные разукмения. Там идет изменение яркости. Собственно говоря, методом транзитов были открыты большинство экзопланет на данный момент. Миссия Кеплер. С 2009 года космический телескоп получает данные в космосе. Ну, и изменение орбитальной фазы отраженного света. Все видели фазу Луны? Ну, все видели. Соответственно, у экзопланет тоже есть фазы. И они изменяются. Следовательно, можно вычислить изменения яркости звезды. То есть нельзя увидеть планету, но можно измерить изменения яркости звезды. Были подтверждены изменения эти у таких звезд, но у тех звезд, у которых были уже открыты. Гравитационный микролинзирование. Когда между вами и каким-то объектом дальним, звездой, например, находится звезда с планетой, то она искажает этот свет. То есть, например, без планеты искажение было бы одно, а с планетой оно уже другое. Ну, и прямое наблюдение. То есть это фотографирование, это прямое наблюдение телескопа. Дальше, другие методы. Аскрометрия. Это как раз то, чем пытались найти планеты Офис де Барнарда. Периодичность затмения двойных звезд, звездных систем. То есть, если уже вычислена кривая изменения блеска в двойной звездной системе, то можно найти дополнительные изменения, которые будут указывать на планету. Полиметрия. То есть, когда свет светит, он не поляризован. Если он отражается от планеты, он уже поляризуется. И, соответственно, мы можем наблюдать, пока планет таким методом открыты не было. И полярное сияние. У полярных сияний плюс в том, что планету можно открыть в достаточной удаленности от звезды. Итак, этими методами уже было обнаружено больше трех с половиной тысяч планет на данный момент. И плюс еще четыре с лишним тысячи надежных кандидатов. Они надежных еще больше. Вот здесь вот график, какими методами, сколько было открыто. Итак, мы переходим к типам известных и теоретически возможных экзопланет. Здесь вот как раз картинка, примеры экзопланет, которые могут существовать. По каким параметрам у нас экзопланеты классифицируются? Это масса, это температура, это плотность, это химический состав атмосферы. Должен сказать, что на данный момент пока что нет очень мало работ по классификации экзопланет, потому что данных очень мало. Но как-то нужно их классифицировать, поэтому ученые этим занимаются. Но общепринятой нет. Классификация по массе и плотности. Планеты гигантны. Это примерно от 0,19 до 13 масс Юпитера. Почему до 13 масс? Потому что дальше, если планета набирает больше, чем 13 масс Юпитера, это уже коричневые карли. Либо субкоричневые карли. То есть это уже звезда. Эти планеты радиус имеют примерно как Юпитерская. Плюс-минус, небольшой. Ну, то есть примерно радиус около 70 тысяч километров. Средняя плотность гигантов от 0,28 грамм на кубический сантиметров до 12 грамм на кубический сантиметр. То есть от самых разреженных на кипе Сатурна, который может плавать в океане, если бы таковой был, до самых массивных планет гигантов. Вторая космическая скорость на них 45-70 километров в секунду. То есть вам потребовалась бы очень мощная ракета, чтобы оттуда взлететь. Ну и в Солнечной системе такие планеты-гиганты это только Юпитер и Сатурна. Нептуны, то есть планеты массой примерно как Нептун и Уран в нашей Солнечной системе. Массы в интервале от 7 до 60 масс земли состоят большей частью из-за льдов, хирикатов. То есть там может быть твердое ядро. Лиды из-за давления вода и другие лиды, они сжимаются и превращаются в лед различных фасов. Ну и скальная порода. Скальная порода это 25% массы. Доля водорода и гелия в составе планеты не превышает 15-20%. Но почему интересно их называют еще планетными гигантами, водородными? На самом деле вот эти 15-20% они в большей части сконцентрированы в атмосфере. Так, дальше. Ну и планеты земного типа. Масса меньше десяти планет масс Земли состоят в основном из хирикатов и железа. Ну и средняя плотность 3,5-6 грамм на кубический сантиметр. Радиус меньше двух радиусов Земли. В Солнечной системе это планеты Меркурий, Венера, Земля, Марс. К ним можно, в принципе, причислить спутники планет-гигантов, такие как Кетан, карликовые планеты, например, такие как Серера, Плутон. Да, еще и спутников Тритон, например. Одна из классификаций это классификация экзопланет-гигантов по Сударскому. Автор этой классификации Данил Сударский с авторами из Аризонского университета в США. Она основана была на температуре внешних слоев, на химическом составе, на альбедо, ну и на специи отражения. К первому классу были отнесены планеты с аммиачными облаками. По температуре они называются еще холодными и очень холодными-гигантными. Для Солнечной системы это внешние регионы системы, да и вообще для любой другой системы звезд. Температура ниже, чем 120 градусов по Цельсию. Большую часть тепла получает от внутреннего разогрева. В Солнечной системе это Юпитер и Сатурн. За пределами Солнечной системы у других звезд, это у таких звезд, как 47, большой медведица С, С это обозначение планеты, и Мю у жертвенника, Е это тоже обозначение планеты. Класс водные облака, водный гигант. Все, наверное, смотрели фильм «Аватар». Вот картинка как раз из «Аватара». Фильм строился из предположения, что у Альфа Центавра есть планета-гигант в зоне жизни. То есть температура, которая позволяет на планетах существовать в жидкой воде. Итак, температура эффективна примерно минус 20 градусов по Цельсию. Альбеда – 0,81, то есть довольно яркие планеты. В атмосфере будет очень много водорода, кислорода, воды. Будут водные облака. Ну и будет достаточно яркий объект. То есть вот либо серо-голубой такой, белый, либо вот такой, голубоватый с белыми облаками. Известные планеты – это 47b метриницы b и HD 28-185b. Далее. Класс – безоблачные, либо тёплые гиганты. Температура от 80 до 530 градусов. Альбеда довольно низкая, ввиду того, что облаков там нет. Ну или практически нет. Они могут быть только в полярных широтах из водного льда. Ну то и из водных породов. Цвет в голубой синии обзорен наличием металла. Ну и известные планеты – это гризы 876b и 79b. Четвёртый класс – планеты с сильными линиями спектров щелочных металлов. Очень тёплые, горячие гиганты. Температура от 600 до 1000 градусов. И альбеда очень-очень низкая. Доминирующий газ – там диоксид углерода. Вместо металла. Также присутствуют в большом количестве фары щелочных металлов. То есть облака там могут быть из металлов, из силиката. Ну и известные планеты – это вот ранее упомянутая 55rkb и HD 209458b. Или по другому названию – Нью-Россия. Когда наблюдали эту планету, как раз осели, было выяснено, что у неё есть хвост, как у кометы. То есть она теряет водород из-за того, что она слишком горячая. Пятый класс по Судовскому – кремниевые облака. Горячие и очень горячие гиганты. Температура превышает 1100 градусов. При этой температуре уже облака, состоящие из железа и силиката, они отражают мало света, но благодаря высокой температуре сами светятся в красно-оранжевом и багровом цветах. И очень хорошо светятся в инфракрасном диапазоне. Почему-то именно в классификацию Судовского альбедо было обозначено как 0,55, хотя на практике было выяснено, что оно не превышает даже 40%, то есть 0,4. Ну и вот тут пример показал. Да, забыл упомянуть, что интересной особенностью горячих и очень горячих гигантов является то, что, да и вообще всех планет, которые находятся рядом со своими звездами, является то, что они повернуты к своей звезде всегда одной стороной, как Луна в Зиме. Поэтому подсолнечная точка очень сильно нагревается. Но так как есть ветра, есть перенос температуры, вся планета достаточно горячая. Классификация экзопланет по массе и температуре. На мой взгляд, такая классификация наиболее правильная. Во-первых, по массе вычислить планеты легче, во-вторых, по температуре определить, какая температура тоже легче. А вот с химическим составом все намного сложнее. Итак, планеты гигантов делятся на ледяные гиганты, холодные и очень холодные гиганты, водные гиганты, теплые гиганты, очень теплые и горячие гиганты, горячие и очень горячие гиганты. Повторять мы не будем, потому что все было классификацией Сордовского, но немножко поговорим о ледяных гигантах. Они очень похожи на наши Уран и Нептун. Температура на режим планет ниже, чем минус 200 градусов по Цельсию. При такой температуре большинство газов и паров конденсируются и опускаются вглубь атмосферы. То есть планета лишена облаков. Ну и цвет у нее голубоватый, из-за наличия метанла. Планеты Нептуна, ледяные Нептуна, так же, как в предыдущем слайде, они голубоватые, тоже температура минус 200 градусов. Но есть существенное различие. Если планет гигантов, основная масса приходится все-таки на водород и гелий, то здесь основная масса приходится на силикаты и лед. И водород и гелий всего 15-20% именно в атмосфере. А вот атмосфера у них на 90% в водород и гелий. Потому что легкие газы и они поднимаются как раз. Да, известная планета Уран-Нептуна. Очень сложно определять такие планеты у других звезд, потому что фотографировать такие планеты сложные, потому что они отражают мало света. А найти другими способами сложно, потому что они так же отражают мало света. И у них периоды обращения очень большие. Колодные и очень холодные Нептуна. Температура, как я уже говорил, для холодных планет минус 120-200 градусов. Внешний вид и состав внешнего слоя облаков холодного Нептуна будет сильно зависеть от деталей его химического состава. То есть, например, при обилии азота он будет окутан белыми облаками и замерживаемыми амминатами. При обилии серы покрыта облаками из гидрослифатамона. При резко при обладании серы над азотом возможно образование облаков из жидких капелек сероводорода. Ну и облака из водяного льда уходят в глубину, поэтому и не видны скосы. Эти планеты мы можем наблюдать открытые именно колонны. Именно Нептуна. Это MOA-2009 BLG-319B, OGLE-2005 BLG-169LB и OLGE-2007 BLG-368B. Я думаю, впоследствии я не буду зачитывать стойки или иные апрекиатуры, чтобы сократить наше время. И, кстати, эти планеты были раскрыты в основном микролинезированы, потому что их также очень сложно обнаружить другим же. Прохвалы Нептуна, температура 20 градусов, находится также в зоне жизни, то есть там очень много воды может быть жидкой, покрыт практически сплошным покрывалом белых водяных облаков. Ну и, соответственно, на спутниках, возможно, жизнь, а возможно, в микробной форме и на самой планете. Тоже были открыты несколько таких планет. Голубоватый и белый. Альбедо очень высокий из-за этого. Теплый и очень теплый Нептуна. Как видно, я, к сожалению, других не нашел, но они очень похожи по своему виду будут. Как гиганты, так и Нептуна. Ну, также температура 80-530 градусов по Цельсию. Также большинство газов не конденсируется, потому что очень горячо. Тоже голубой цвет будет, альбедо достаточно низкая. Горячий Нептун. Кстати, интересно, что горячий Нептун, скорее всего, будет терять атмосферу. Потому что у них недостаточно масса, чтобы удерживать у себя водород и гель. Да, про гель я заикнулся. На самом деле гель остается. А вот водород выдувает. Поэтому у них атмосфера будет в основном состоять из гель. Планеты земного типа. Они делятся на суперземли, земли и мини-земли. Мы знаем в нашей Солнечной системе только Земли. То есть это Венера и Земля. И мини-земли. Это Меркурий, Марс. К ним же можно перечислить еще Плутон, Цереру, Тритон, Титан. Ну и, соответственно, суперземли – это 10 масс Земли. Земля – это около массы Земли. И мини-земли – это все, что меньше. Но не все. Астероиды не перечисляют. Также по температуре они отличаются. Если ледяная планета земного типа будет похожа на Плутон, либо будет похожа на такой снежок. Очень яркие. Достаточно яркие. Но. Тут еще зависит от массы планеты. То есть если планета массивная, она будет удерживать у себя большую азотную атмосферу. Если не такая массивная, как Плутон, то будет атмосферу удерживать, но очень слабо. Кстати, у массивных планет, так, ледяных, возможно, что под коркой льда будет находиться океан из воды. А, кстати, корка будет из очень, очень твердого водяного льда. И интересно, что на Плутоне в прошлом году пролетал космический аппарат «Новые горизонты», и там были открыты озера из азотного льда. Потому что он более пластичный, чем водяной льд. Очень холодные и холодные планеты земного типа. К ним можно предчислить спутник Сатурна-Китан. Также там будет клевокомканизм, там будет атмосфера из азота, там будет метановые озера, и там будет кора из водяного льда. Ну, прокладная планета земного типа – это Земля, Марс. Тоже в зависимости от массы будем предполагать какая-то атмосфера. То есть у мини-земли, например, атмосфера очень маленькая, очень слабая. Если бы Земля находилась на орбите Марса, то она бы удерживала больше газов, и, соответственно, парниковый эффект был бы больше. Но все равно было бы холодильнее. Поэтому, скорее всего, Земля была бы похожа на Земля-снежок. Теплые и очень теплые планеты земного типа. Они будут очень яркими. Также в зависимости от массы можно будет наблюдать или не наблюдать, например, парниковый эффект. То есть Меркурий, который меньше массы, потерял почти всю атмосферу, а Венера с большой массой, почти как у Земли, эту атмосферу имеет причем очень плотную и с очень большим парниковым эффектом. Почему? Потому что парниковые газы задерживаются, они тяжелее. Горячая планета земного типа. Вот тут очень интересно. Во второй половине 2000-х годов были открыты такие планеты, как Корот-7b и Теплерц-10b. Корот-7b. Первая планета, открытая у другой звезды. Скорее всего, это иссушенное ядро горячего Юпитера, потерявшего всю свою атмосферу. И на подсолнечной стороне практически там полностью лава. То есть это лавовое море. Все смотрели, наверное, Лидика. А может быть, Хильдия. Он был на планете, на которой при восходе Солнца все возгоралось и под ним испаялось. А на обратной стороне этой планеты как раз идут дожди из хиликатов, то есть каменные дожди, грубо говоря. А Кеплер-Б более благоприятная в этом же весе планета. Но там тоже озера и моря из железа, а на обратной стороне идут железные дожди. Особый тип планет, рыхлая планета, это планета масса, подобная Юпитеру, которая находится очень близко к своей звезде. Из-за этого она очень нагревается и как бы разгребает. То есть молекулы, то есть атомы газа приобретают скорость и расширяют эту атмосферу. А, да. Не упомянул, что еще гелевая планета. То есть это теоретическая разновидность планет, которые образуются из бывшего белого картина. То есть там гелия остается, образует атмосферу. Такая специфическая планета. Эксцентрический Юпитер. Эксцентричный Юпитер. То есть это планета-гигант, которая находится на очне эксцентричной орбите. То есть одна ее точка перед ней находится ближе к звезде, а под ней находится дальше. Эта планета тоже очень интересная. Можно ее назвать переходной стадией между Суперземью и Нептуном. Чем она интересна? Она находится также в зоне жизни, и там есть водяной слой. В зависимости от того, как близко к звезде, разная толщина этого океана. Под океаном находится лжатый лед, потом каменная мантия и металлическая юра. Коническая планета. Гипотетический класс коспланет, которая образовалась в результате улетучивания газов из атмосферы газового гиганта. Как раз о чем я говорил по поводу Чеплера и Химбе. Ну и углеродная планета. Довольно темная. Очень интересная. Она чаще всего может образовываться рядом с центрами галактики. Разновидность планет земного типа. То есть она в ВВД будет. И на ней очень-очень много углерода. Планета будет железо, содержащую ябро, иметь. И очень интересно. Также возможно наличие областей, сплошь покрытых километрами алмазов. Ну и состоять из углеводородов и диоксидов углерода. Возможно там будет жизнь, но очень сильно отличающаяся от нашей. Ну, я против.